добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут яков файн на прекрасном канале будни америки мы с вами сегодня поговорим о делах наших бренных 10 июня 2021 года just in case на всякий случай комментарии по комментариям с южил здравствуйте яков пишет гриша джей после определенного числа просмотренных ваших видео сложилось впечатление что у вас негативное отношение к профсоюзам не поделитесь почему и какое мнение вы имеете в отношении их у меня негативное отношение ко всему социалистическому и профсоюзы относятся к этому когда я говорю негативное отношение я говорю надо понимать что я могу позволить себе держаться вне профсоюза если Если бы у меня не было профессий и специальностей, возможно, я бы и хотел, чтобы у меня было какое-то прикрытие, какая-то защита от увольнения, чтобы зарплаты были выше, а зарплаты выше, потому что профсоюз торгуется с руководством компаний, предприятий и так далее. Может быть, но я не в этой группе нахожусь, чему я очень рад, честно говоря. И поэтому я считаю, что в такой стране, как Америка, люди должны жить по законам капиталистическим, а не собираться в группы, чтобы бороться против руководства компании, которая дает им работу. Такое у меня мнение. Более того, из того, что я вижу, когда профсоюзы берутся за дело, все становится намного дороже для клиентов профсоюза. Я уже не раз показывал вам, как, допустим, рабочие стоят на дороге здесь в Манхэттене. Один работает, трое стоят или пятеро стоят и так далее. Но даже не это я могу сказать. Например, лет 15 назад, я помню, мы тогда еще активно выступали на всяких выставках, экспо-шоу, трейдинг-шоу, и у нас тут есть такой огромный зал, называется Javits Center. На 38-34-е, там несколько кварталов занимают на Westside, на Good Zone. Кстати, его переоборудовали в прошлом году временно под госпиталь от ковида, но бездарное управление штата им так и не воспользовалось, хотя там было тысяча коек. Но не важно. То есть, тогда были выставки, и мы там ставили свою будочку, стендик свой, что мы там продавали. Покупаешь место на такой там трейдинг-флор, и надо приехать на машине и привезти его. А у нас был очень такой фирменный такой стендик, который нам сделали профессионально, и он шел как, по-моему, два или три, я не помню уже, чемоданы на колесах, таких больших, пластиковых. Ну, там компьютеры еще там надо было завести. Ну, короче, no big deal. Это не так сложно подъехать на машине, привезти и поставить. Нельзя. Потому что в экспо-центре все, все вот эти стендики, будочки должны подключать работники профсоюза. Надо платить за это. Зачем? Это легко, это просто. Нет. Профсоюз захапал это место, и все, все становится дороже. Короче, так как я не в профсоюзе, я их не люблю, был бы в профсоюзе, наверное, любил бы. Дальше идем. Пишет Игорь Вас. Прогулка – это класс. Прогулка – это класс. Нужно уже начинать снимать тревел-шоу. Возникает вопрос, зачем мне снимать тревел-шоу. Тревел-шоу снимают только те, которые хотят делать некий бизнес на этом. Я не продаю билеты, я не экскурсовод, я не рекламирую свои сервисы в этом плане, поэтому тревел-шоу снимать мне не надо. Кроме того, сегодня конкурировать с блогерами, которые вложились реально серьезно в аппаратуру, дроны, шмоны, я не знаю, всякие супер-дупер камеры. У меня нет никакого желания, ни малейшего желания. Но, опять же, это не мой бизнес, поэтому никаких тревел-шоу не будет. Будет так, как есть. Включил телефон – айфон – и снимаю. Кстати, об айфонах. Первый раз за все годы, что у меня айфоны, у меня есть некий осадок. Последний у меня айфон – 12-й Max Pro. Самое последнее, что можно было купить. Мне нравится, как снимают камеру. Да. No questions about it. Но, что мне не нравится? Первое. Поцарапано стекло уже. Наверное, я клаус в карман телефона, там были ключи и все, но стекло не должно царапаться. Это же не просто стекло. Даже мне трудно представить, чтобы оконное стекло у меня поцарапалось бы в кармане от ключей. Не знаю, поцарапалось. Второе. Я провожу довольно много времени в жарких странах под названием Флорида. И когда я нахожусь на пляже, когда температура там, скажем, 30 градусов, телефон лежит в сумке или под зонтиком вместе со мной рядом, он начинает тухнуть. То есть яркость начинает тухнуть экраном. Я читал, я гуглил, я смотрел. Единственное, что я мог найти, так это, ну, помимо того, что вы все можете найти. Не пишите мне советы, там, вы выключи ручную яркость. Или включи ручную. Я все сделал. Но в одном месте где-то, я в одном среде, я прочел, что это может происходить от температуры, когда перегревается. И я думаю, что это мой случай. На пляже, 30 градусов. Если вы это заметили, поделитесь со мной тоже. У меня были уже ситуации, когда я разговариваю по телефону, вдруг гаснет экран. То есть ты продолжаешь разговаривать по телефону, но гаснет экран. То есть тебе недоступны кнопочки эти все. Единственное, что ты можешь, это нажать кнопку power, и тогда ты отключаешься от звонка, и надо по новой перезвонить. Это красный флаг, ребята. Я не собираюсь никуда уходить с айфона, но такого раньше не было. Это явная проблема с качеством. Почему, не знаю. Но должен был вам честно заявить. Здравствуйте, Яков. Привет вам из бывшего СССР. Я рад за вас. Это пишет кто? Мунтиану, 2555. Я рад за вас, что вы сумели высоко реализоваться профессионально, достигнув высот и за границей. Даже думая, что оставшихся в СССР, вы тоже руководили бы каким-нибудь НИИ и ЭВМ. Спасибо большое за комплимент. Но хотел ли бы я руководить НИИ и ЭВМ, если бы я остался? Если бы я остался в СССР, я, наверное, жил бы более-менее обеспеченно. Это я знаю. Но я предпочитал работать сам. Вот такой я индивидуалист. А руководить НИИ и ЭВМ, это зависит. Это, вернее, отвечает за сотни людей. Которым нужно все, что угодно, кроме того, чтобы работать на НИИ. Нет, это не мой cup of tea. Это не моя чашка чая, как он говорит. Светлана пишет. Якова, спасибо за прогулку. Вы для меня открыли Америку. Не надо ничего искать. Включил канал Будни Америки и перелетел через океан. Именно, Светлана. А сколько денег я вам сэкономил на эти поперелеты каждый день туда-сюда? Вот так. Очень интересно, как все устроено в другой стране. Спасибо. Мне тоже вообще нравится время, в котором мы живем. Включил какое-то видео. Люди ездят и включают свои хорошие телефоны, камеры. Выкладывают. То есть больше доверяешь, мне кажется. Если вы находите людей, которым вы доверяете, ну, в данном случае Светлана доверяет мне, к примеру. Вече знайс. Хорошо. Правильно. Вы выбираете людей, которым вы доверяете. Через некоторое время, они сразу посмотрели одно видео, второе, третье, послушали, что люди говорят, и у вас складываются впечатления. И вы уже знаете, ехать вам в эту страну или нет. Ну, я имею в виду как туристом, конечно. Дальше, дальше. Дальше. Надо лучше иди учись на хакера. Или лучше иди учись на финансиста. Или я не знаю, что там у вас популярно. Там, где деньги есть. Понимаете? Не отговаривайте его. Вы можете позволить себе это. Вы можете позволить себе отдать его в художественную школу в вашем городе, чтобы он начал учиться с детства. И тогда, может быть, у него получится. Дальше. Дальше. Что еще вам? Ага. Вот Людмила Кондратьева волнуется. Почему я рассчитываю с наличкой в этом видео? Почему не карточкой? Потому что у меня был кэш. У меня были наличные в кармане. Кроме того, мне надо было их разменять. Мне надо было, чтобы у меня было какое-то количество долларов. Синглс, мы говорим. Купюра в один доллар – это сингл. Мне нужны были синглс. Почему? Потому что надо давать какие-то типы. Ну, например, я забираю машину из гаража, он мне ее выгоняет, я даю ему доллар. К примеру. Или там кому-то дать. У них там бездомный будет сидеть. Я захочу ему дать доллара, а у меня не будет. То есть, поэтому, кроме того, если бизнес маленький и у меня есть наличные, то тем, что я рассчитывался с долларом, я сэкономил им кое-что. Потому что они бы заплатили 2,5% визе или мастер-карт моей. А так они не платят. Кроме того, они могут, может быть, прикинутся, что они мне ничего не продали и сэкономят на налогах нашего правительства. А то, что творится сегодня с налогами, то, что правительство хочет делать, у меня нет ни малейшего желания, чтобы у них была хоть одна лишняя копейка. Энди пишет, Яков. А как вы могли бы оценить, как сейчас в США стоят дела с качеством образования по техническим и инженерным направлениям? Есть мнение, что образование в этих направлениях, за исключением IT, потерпело упадок после перемещения производства в Китай и, как следствие, падения спроса на соответствующих спецов? Или все еще его можно рассматривать как альтернативное образование в постсоветском пространстве? Ну, первое. Первое. Есть мнение. Когда я читаю «Есть мнение», я себе говорю, «Мнения нет». Это ничем не обоснованная фраза. Если есть мнение, напишите ссылочку на источник, какой-нибудь солидный. У кого это есть мнение и какими фактами они это подчеркивают. Я мало знаком с ситуацией в образовании других специальностей. Наша специальность – все прекрасно. Компьютер сайенс. Те, кто учится, нормально учатся, получают нормальные специальности, выходят из колледжа, работу получить не могут, но до того потом уже подтачивают свои скиллы на то, что нужно работать, или работают нормально. Тут я спокоен. А что касается других, не знаю. Инженерные – не знаю. У меня есть знакомые, приятели, которые всю жизнь здесь проработали инженерами, достигли хороших высот, заработали хорошие деньги и enjoy life. То есть надо быть хорошим в чем-то. Это работает везде. Нельзя сказать, хорошо ли учат всех инженеров у нас в Америке. Учат те, кто хочет учиться у нас в Америке. Поэтому в любой группе вы найдете пару-тройку-четверку людей, которые будут яркими, классными инженерами своих специальностей. То есть в целом система образования нормальная, но опять же политические дела и промышленности мы относим в сторону. Можно научиться в Америке еще пока. Не считаю, что это все как бы down, down, down. Совсем уже плохо. Я говорил о Скобеевой вчера, какой ужас она вытворяет на телевидении. А мне Олег пишет, Сукванов. Яков, Скобеева же играет, она артистка. Вы же не возмущаетесь Иваном Реоном за роль Рамси Болтона. Не знаю, кто такой Иван Реон и что-то за роль Рамси Болтона. Но если это артисты, то какое она имеет к этому отношение? Артисты, когда вы смотрите кино или театр, вы понимаете, что это перед вами артистами. Они играют роль, они вас развлекают. Они не меняют ваше мнение. А когда выступает артистка Скобеева, то она выступает с федерального канала, льет ненависть. В данном случае это была ненависть направлена в сторону Украины. В этот раз не было ненависти в сторону США, потому что надо пресмыкаться, потому что с Путиным будет встреча. Завтра будет ненависть в сторону США опять. Или там в сторону Европы, которая все вокруг враги у России, но мы это знаем, все виноваты. Она льет ненависть, она ломает головы, она меняет представление жизни у людей. То есть это не просто артистка, это аферистка, которая знает, что она делает. Она умный человек, несомненно. Но она сознательно уничтожает разум, коллективный разум и формирует плохое очень мнение. Ну ладно, достаточно уже рассказывать вам о том, что вы и без меня знаете. Давайте про наши новости слегка чуть-чуть. Ну, во-первых, вы уже знаете, я вам уже докладывал, что русские хакеры, которые ограбили компанию Colonial Pipelines, забрали у них 4,4 миллиона через биткоин и вернули взад наши доблестные ФБРщики, вернули взад 2,3 миллиона. Забрали в виде тех же биткоинов. Это шикарно. Вчера же я вам рассказывал о том, что, или позавчера, что хакнули мясокомбинат или система мясокомбинатов JBS, headquarters, корпоративные офисы находятся в Бразилии, но основной рынок здесь, в Штатах, по мясу и огромное количество мясокомбинатов. Чуть ли не 25% мяса они здесь делают у нас. Для тех, кто любит мясо, это очень важно. Я говорил им, я не уверен, что они восстановились уже JBS, и я нигде не слышал, что они заплатили тоже выкуп этим гадам паршивом. Сегодня, читаю я, конечно, так и да. Они заплатили, это местная компания, они заплатили 11 миллионов долларов. 11 миллионов долларов выкупа JBS заплатили. Кому они заплатили? Они заплатили опять русской банде. Банде русскоговорящих. Здесь написано, она называется R-Evil. R-Evil – это дьявол, а R – это буква R. Короче, 11 миллионов они заплатили. Отслюнявили гады паршивые. Да, они встречались с FBI. FBI им сказал не платить. Они начали, как всегда, CEO компании в таком случае говорит, это говорит, у меня было очень сложное решение такое принять, но так и так мы думаем о наших клиентах и мы не можем остановить там почти чуть ли не одну пятую мяса в Америке. То есть мы такие хорошие. Я не знаю, я не знаю, они будут ли опять их возьмут за задницу и опять, может быть, заберут деньги от этого. Но хочу вам сказать, что это не хорошие новости, ребята. Русскоговорящие ребята – хакеры. Это не хорошие новости. Теперь это уже другая компания. То была какая-то одна компания, как они назывались, я уже забыл, DarkSide или что-то такое. А эти R-Evil. Их уже знают, я вам уже это говорил. Они дают интервью представителей R-Evil. И что вам сказать, что вам сказать? Если бы это было, конечно, если бы мы были не штатами, а Израилем, то сидел бы этот представитель у себя в квартире и вдруг внезапно к нему, квартиру на 17 этаже, летела бы маленькая ракета и взорвала бы его там. Мы этого делать не будем, мы хорошие. Но, как говорится, я не знаю, напрасно Россия с этим делом шутит. И я думаю, что Байден этот вопрос, конечно же, поднимет. Пусть попробует не поднять. Дальше поговорим немножко о делах вакцинных. Пишет нам Wall Street Journal, и не только они, я вчера это слышал в разных источниках, что Соединенные Штаты сделают донат, подарят 500 миллионов ковидных вакцин. Подарят это странам с небольшими доходами. Это будут вакцины компании Pfizer. То есть 500 миллионов доз. В этом году 200, по-моему, а в следующем 300. Я уже не помню, может, или наоборот. Да, в этом году 200, а в следующем году 300. Что вам сказать на эту тему? Я бы хотел, чтобы... Я уверен, что у вас есть давно блокнотик, в котором вы записываете все хорошие дела, которые сделали Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, не забудьте. Добавьте строчечку, где написано, что 500 миллионов доз вакцин Pfizer будет отдана. Не только Pfizer будет отдана. Pfizer уже 500 будет отдана в другие страны развивающие. Не забудьте, пожалуйста, запишите. Потому что в следующий раз, когда кто-то будет хаять Штаты, а вы только раз в свой списочек. А вот смотрите, а вы хаете, они такие вроде уже козлы душные, как вам кажется. Вообще ситуация с ковидом лучше намного у нас в стране. Если мы, допустим, на секундочку хотя бы даже взглянем вот сюда, вот это ежедневные смерти, ежедневные смерти на сегодня в Штатах, сколько у нас, которые считаются, что от ковида. Вот 452 человека умерло вчера от ковида. А в пике было 4000. Помните, я вам приводил аналогию с самолетом. Вот если 4400, вот 12 июля, не, января, извините, этого года, умерло в день в Штатах, это все равно, что сколько 15 самолетов грохнулось и все погибли в один день. 15 самолетов размера MH17, помните тот Боинг, падали. Ну, не каждый день 15, иногда 13, иногда 12, иногда 10 самолетов в день падали и разбивались. Аналогия такая. А сегодня всего один. Понимаете? Разницу чувствуете? Это все благодаря, конечно, вакцинам. Я не знаю, вы еще думаете, сидите на заборе или не сидите на заборе. Но, но, это шикарно. При всем, при том, всего лишь 40% полностью вакцинированы. Конечно, в некоторых годах, например, в Сиэтле 70% полностью вакцинированы. Огромное количество людей, не 40%, а больше 60%, по-моему, получили хотя бы одну вакцину. И требуется две, а они уже одну получили, соответственно, они тоже уже защищены. Не так, может быть, супер-дупер, но защищены. То есть ситуация улучшается существенно. существенно улучшается. И помимо того, что эти 40% полностью вакцинированы, ну или 60% частично, есть же какое-то количество, которые уже переболели. Их тоже надо добавить к толпе, которая иммунна, которая иммунна. У них тоже есть антитела. И еще пока наука не высказала свое мнение на тему, надо ли вообще вакцинироваться тем, кто переболел. Потому что вот сейчас уже у нас начинают говорить, что вроде бы как, если ты переболел, нечего вакцинироваться. У тебя уже есть антитела. Дальше, если мы уже говорим о вакцинах, то хочу сказать еще одну вещь. Помните, как в прошлом году поливали Трампа? И этот гад паршивый доктор Фаучи, доктор Фаучи, его критиковал за то, что Трамп попытался проталкивать, топил за лекарство гидроксиклорохин. Помните, да? Ну, вы помните, доктор Владимир Зеленко тут у нас в Штатах лечил успешно много. Трамп сам принял курс. Этого лекарства. И на него все наезжали. И не хотели это лекарство продвигать, потому что оно очень дешевое. Потому что пачка таблеточек стоит всего 20 долларов, которые требуются для курса лечения. А зачем продавать по 20 долларов, когда можно курс лечения продавать за 3 тысячи долларов? Конечно, лучше за 3 тысячи продавать, чем за 20. Его гнобили. Трамп. Его сколько раз я уже вижу. Ну, я и раньше видел. Я всегда топил за Трампа. У меня, в общем, как бы, вот и справка есть. Все записано. Все ходы записаны. Откройте любые видео. Мои за два года последние, где я что-то говорил о Трампе, всегда за. И продолжаю. Не меняю позицию. Все, что он не говорил правильно. Понимаете? Вам не нравилась его прическа? Вам не нравились его твиты грубые, наглые? Мне тоже. Вам не нравилось, как он обзывал людей? Мне тоже. Но у него был нюх. У него была бизнес-интуиция. И он знал, что надо продвигать, а что нет. То есть, теперь читаем про гидроксиклорофин. Исследование показало, что гидроксиклорофин и цинк, зинк по-английски читается, зинк – это цинк, увеличивает выжимаемость больных коронавируса почти в три раза. Тут дальше идут всякие детали. Мы читать это все не будем. Но вот эта комбинация цинк и гидроксиклорофин. Это идет речь о тяжелобольных людях, которые уже лежали на вентиляторах, на этих вот, как эти, с трубками с кислородом во рту. И им давали усиленную дозу. Они не пишут конкретно какую. Вот эта комбинация гидроксиклорофин или цинк. И выживаемость в три раза, в 2,9 раза лучше была, чем если бы они просто лежали на этих вот кислородных трубах в легких. Вы понимаете, что происходит? А его гнобили. Из него делали идиота. Говорили, он говорит, drink bleach. Он говорил, пейте отбеливатель, который на хлорке. Покажите мне хоть один человек, из всех, кто меня сейчас слушает. Многие из вас знают английский, вы хорошо ориентируетесь в гугле, можете найти. Найдите мне видео с Трампом, где он это говорил. Не было этого. Подонки из CNN это сделали, и вся левая пресса. Он говорил другое. Но он никогда не говорил. Drink bleach. Окей. Сделали из него идиот. Закрыл границу с Мексикой. Пришел придурок Байден. Все отменил. Теперь по 170 тысяч в месяц нелегалов. Я не знаю, как они нам живут вообще люди на этих южных городах. Не знаю. Это больная, просто больная на голову. Я стараюсь быть, не обижать людей. Но вице-президент Камела Харрис просто больная на голову. Она не контролирует себя. Этот ее старший товарищ не контролирует, потому что у него, вероятно, уже проблемы, связанные с забывчивостью, скажем так. А она просто тупая. Понимаете? Как не стыдно мне это говорить о женщине, но она тупая. Она начинает смеяться. Когда ей задает любой вопрос, это уже не первый раз. журналист. Она переходит в смех. Она заходится в смехе и говорит какую-то глупость. Сейчас, я читаю, даже сами демократы, она вот слетала тут в Гватемалу, выдала пару первого. Вы не поехали на южную границу? Так я и в Европу не поехала. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая дура. И эти сами же из демократической партии, я читаю, они удивлены и ошеломлены выступлением Камлы Харрис там. Ее же однопартийцы, они уже не могут терпеть. Если уже это говорят они, их уже выворачивают, они уже терпеть не могут. Понимаете, что происходит? Ужас, ужас. Понимаете? И этот мистер Байден, мистер Байден, сказал, будет черная женщина моим running mate, моим вице-президентом, когда меня выберут. И все. И вот вам пример. Когда начинают брать не по достижениям, не по качествам, профессиональным. То, что у нас называется meritocracy. Meritocracy – это когда on the merits, когда оценивается ваше достижение и благодаря этому вас продвигают по службе или не продвигают. А потому что она черная. Потому что у нее один черный и мать индийка из Индии. И вот результат. Кухарка правит. Какой ужас. Не делайте этого у себя, люди. Не делайте. И давайте помолимся за Байдена. Я ему желаю здоровья, чтобы он дотянул, дополз, доковылял до конца своего срока. In one piece. Чтобы он держался. Там таблеточки не забывал принимать, когда надо, и все. Остальное тут народ подтянется, поможет. Но дай Бог, я ему желаю от чистого сердца, я не веронизирую, чтобы он дошел спокойно до конца срока. Потому что, если не дай Бог, что она станет королевой нашей, это будет Хавайс. Это будет посмешище всего для всего мира. Раз уж мы заговорили о политических, демократических партиях, вот еще давайте посмотрим, что они делают. Но что меня радует, они себя сами уничтожат. Они тупые. Они не понимают, что они делают. У них недержание речи. И они сами себя саморазрушат. Я в этом уверен. Я не знаю, сколько на это уйдет времени, но пару лет, наверное, уйдет. Вот, пожалуйста. Посмотрим на эту еще одну. Конгрессвумен. Боже, мне стыдно. Может, не покажу? Или вы хотите видеть эту конгрессвумен? Ладно, покажу. Если вы настаиваете. Зовут ее Ильхан Амар. Она конгрессвумен. И вот она твитанула. Вот она твитанула. Давайте ее твит посмотрим. Репрезентатив это Ильхан Амар. Она одна из этой четверки или пятерки, которую называют склад. Отмороженные левые радикалки Ильхан Айоси одна из них. Кстати, об Айоси. Раз уж я хочу сказать, насколько все они тупые. Она тоже тупая. Что-то у меня сегодня болин. Раздаю направо и налево. Тупая Айоси. Извините, я отвлекусь на минутку. Я вам уже рассказывал эту историю, как она к бабушке летала. Стала жаловаться, что Трамп не дает в Кварте-Рико деньги. Там ураган Мария был 34 года назад. И у нее прохудилась крыша, там еще что-то там прохудилось у бабушки. И она все говорят, почему ты сама не помогла, сука такая, своей бабушке, у тебя деньги есть. Ну, она хочет, чтобы Трамп помог ее бабушке, как и положено социалистам. Один из республиканских комментаторов организовал на GoFundMe сбор денег, собрали 100 с чем-то тысяч на бабушку на крышу. И кто-то из семи сообщил, что они отказываются от этих денег и не возьмут. И это показывает очередной раз тупость этой AOC Александра Арказия Кортеса. Тебе привалили дармовые 100 тысяч. Да, тебе ты чувствуешь, ну, как бы так, может, действительно, я должна была сама бабушке помочь. Но тебе дают 100 тысяч. Если ты такая уже хорошая демократка, ты хочешь помогать людям, почему бы тебе не быть чуть-чуть умнее, что бы сделал я на ее месте в этой ситуации, когда мне говорят, вот 108 тысяч собрали на починку бабушке крышу. Я бы сказал огромное спасибо. К вашим 108 тысячам я добавляю еще 20 тысяч, бабушке надо на починку 10 тысяч всего, остальные деньги из этой суммы мы передадим бедным людям в Путоре, Рико, которые тоже надо починить крышу. Красиво, красиво. А она взяла от 108 тысяч долларов. Почему? Из принципа она ненавидит республиканцев больше, чем она любит свою бабушку. Ну, извините, опять переходим к умственному развитию. Но что от нее ожидать? Говорить умеет, да. Да, говорить умеет. Агитатор, броневичок у нее всегда с собой. Да, так вот, ее подружка Ильхан Амар, это та, которая замуж вышла за своего брата, чтобы его перевезти в Америку, по-моему, это она, да, написала в Твиттере, у нас у всех должен быть одинаковый уровень ответственности и осуждений и справедливости для всех жертв преступлений против человечности. So far so good. Пока нормально. Дальше она пишет. Мы видели невероятные злодеяния, совершенные Соединенными Штатами Америки, запятая Хамасом, запятая Израилем, запятая Афганистаном и Талибаном. Вот она нас всех в одну группу и записала. Штаты с Израилем с одной стороны, с другой стороны Хамас, Афганистан и Талибан. Вопрос номер один, который у меня есть к Твиттеру. Если вы, суки, такие справедливые, это явная хейт, это ненависть, которую изливает конгресс-гумен против Соединенных Штатов Америки. Почему вы никакую ремарочку даже не поставили, что это мнение может быть неправильным или оно не совпадает с тем, что думает Твиттер? Почему вы двуличные паршивые гады, сволочи, Твиттер? Я должен там закрыть экран. У меня там 5000 фолловер, но я им пользовался, когда я занимался в основном техническими делами, лекции, курсы, консалтинги. Я должен оттуда наверное уйти. Ну вообще я подумаю, стоит ли играть принципиально. Но я буду показывать всегда. Если они меня выкинут, хорошо, так мне и надо. И вот даже демократы, это я к тому, что они сами себя съедят, сожрут, сожрут. Даже ее друзья демократы, 11 человек, других конгрессменов и сенитров подписали письмо. Они уже терпеть не могут сами. Они говорят, приравнивая Соединенные Штаты Израиля, Хамасу и Талибану, это оскорбительно и неверно. Вот это в этом письме они сказали. Эту группу этих конгрессменов возглавил Брэд Шнайдер. И игнорируя разницу между демократиями, которые управляются по правилам закона и какими-то левыми организациями, которые вовлечены в терроризм, в лучшем случае или в худшем случае, как минимум, дискредитируют один из важных аргументов и в худшем случае указывают очень такую серьезную предубежденность. Ну и так далее. Давайте еще одно предложение. Соединенные Штаты и Израиль не не идеальны и как многие другие демократии иногда они заслуживают критики. Но фальшивые эквивалентности или там сравнивая их друг с другом, они дают прикрытие или причину террористическим группам. Вот так. То есть они себя сами съедают. Они уже, понимаете, это тупость, это диетизм, это непрофессионализм, некомпетентность, просто лезет из всех дыр. И поэтому я говорю, что я думаю, что два года, за два года уже даже те, которые были всегда за них, должны как-то пересмотреть и подумать, блин, что же мы делаем, за кого же мы топили все эти годы. Ну вот, на сегодня все, извините, что нашумел, извините за все эти вот нехорошие слова типа тупой, тупая. Задорнов был прав, но он должен говорить, не американцы тупые, а руководители американской демократической партии тупые. Вот тут я бы с ним согласился. Пусть земля ему будет пухом. Пока.